Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Татьяна и вы находитесь на моем канале. Я очень рада всех вас здесь. Видите, обязательно подписывайтесь и включайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Итак, сегодня мы с вами собрались для того, чтобы я вам показала свою очередную посылочку из нашего всеми любимого Василька. Потому что у меня здесь целый мешок, что-то себе, что-то на подарки. Все как обычно, очень много заказала для мамы. Сейчас буду вам по порядку все показывать. Так что, если вам интересно подобное видео, то обязательно оставайтесь со мной и смотрите, что же такого интересненького я заказала. Потому что это может понравиться и вам. Первое, что попадается мне под руку, то, что лежит сверху, девочки, это снова носки. В очередной раз носки я активно готовлюсь к зиме, как вы уже знаете. Всем мужчинам нашим я заказала уже носки теплые и не очень. Теперь дело дошло до девочек. Так, значит, сейчас у нас вот такие вот появились носочки. Термо-носки, женские, собачья шерсть. Опять это Кушан. Я уже говорила, что носки от этого производителя мне понравились. Они на самом деле достойного качества. Они тепленькие, все с ними здорово. Так, махровые термо-носки, собачья шерсть. И что у нас в составе? 60% собачья шерсть, 35% лайкра. Нет. 60% собачья шерсть, 35% просто шерсть и 5% лайкра. Вот. У меня сейчас здесь попались три цвета. Это, я так понимаю, это я сама, наверное, выбирала цвета. Да, вот такие красивые малиновые. Эти 100% понравятся маме. Серенькие и темненькие такие, черные с кошечкой. Вот. Отличные носки. Те, кто пробовал, наверняка со мной согласятся. Еще одни женские носочки. Уже вот такие, смотрите. Вот так выглядят. Это у нас носки женские, длинные, шерстяные. Твой стиль. По три штуки, наборчики. Термо-зима, верблюжья, шерсть. Слушайте, тоже симпатичные такие, тепленькие. Смотрите, плотные-плотные. Но это у меня мама попросила такие заказать. Вот. Мне кажется, хорошие. Такие прям. Они на ощупь приятные. Видно, что шерсть и вязка такая. Вот смотрите. То есть, ну, они прям такие плотненькие, да? Так. Три образца цвета. Темно-серый. Светло-серый. И вот такой какой-то бордовый, что ли. Нет. Наверное, это даже больше фиолетовый, да. Так. Дальше у нас мужские носки. На сей раз медицинские. Потому что... Знаете почему? Потому что мне нужны были однотонные мужские носки. Желательно темного цвета. Они в размере 42-48. То есть, от 42 до 48. По составу 80% хлопок. 15 пили... Пилиамид. 15 полиамид. И 5 лайкра. Вот так они выглядят в упаковочке. Они тут у меня уже были в планах, чтобы их открыть. Посмотреть, что же это такое. Почему они называются медицинские, мне не совсем понятно. Ну, как-то так. Так, вот. Смотрите. Это просто однотонные носочки. Внутри с вот таким вот начосиком здесь просто идет такая вот резиночка какая-то. Странно обработанная, если честно. Вот. Ну, в общем-то, плотные носки такие зимние. Неплохие мужские. У меня здесь они в сером цвете. Вот. И в черном. Едем дальше. Накладную и цены я вам озвучу в конце видео. В прошлом видео с Васильком я вам показывала колготы. Такие, которые можно носить просто в лютую-лютую зиму. Это вот смотрите. Я снова такие уже заказала. Колготки верблюжья шерсть черный. От 42 до 48 подходят они. И что самое интересное, у них внутри, смотрите, вот такой вот начосик. А здесь снаружи они выглядят абсолютно матовыми. И еще один несомненный их плюс, это то, что у них не по две полоски на попе. У них одна полоса впереди и одна сзади. Плюс вот такая широкая резинка. Они просто вообще прекрасны. Я свои первые, которые заказала, отдала сразу маме. Она примерила, сказала, что они нормально, хорошо сидят. Поэтому на сей раз я заказала уже в двух вариантах. Вот посмотрите, как выглядит упаковочка. Если будете искать на сайте, то вот так. Но я, конечно, постараюсь оставить вам все ссылки. Не скатывающиеся здесь указано. Состав, смотрите. Верблюжья шерсть 60%, кашемир 30%, 10% эластан. Прекрасные колготочки. Я прям рада. Следующее, что у меня снова на подарочек. Это белье мужское. Так, это у нас Сино. Сино, Сино, мужские трусы в упаковке две штуки. 52-54. Так, это новый для меня производитель. Я такие не брала. Как вы знаете, из мужских мне очень нравятся от производителя Слава. Они называются. Они вообще по качеству супер. Они бамбуково-хлопковые, что-то такое. Очень хорошо обработаны. Но вот эти тоже, кстати, ничего. Они прям хлопковые, вот обычные. И вот эта вот сторона, которая мне в основном не нравится во всех, кроме Слава, она сделана лучше, чем во всех остальных. Вот видите, все ровненько, все чинно и благородно. Нормальные. 95% хлопок и 5% спандекс. То есть отличные. Отличные. Папам, мужьям, братьям, без разницы. Все замечательно. Эти можно брать. Еще одни такие же. Еще один такой наборчик из двух. 52-54. В таком же цвете я взяла два наборчика. Так, сейчас я вам покажу костюмчик, который я взяла для мамы. Вообще, на самом деле, я уже очень давно его приглядываю. Потому что и по фасону, и по расцветке. Это вот прям истинно комплект для моей мамы. Потому что она именно такие цвета и любит. Вообще, вот я уже многократно говорила, повторюсь еще раз, что какой-то красный цвет, цвет бордо, малина. Это все про нее. Она очень любит эти цвета. И вот мы как раз, когда совершали этот заказ, сидели с ней вместе. И все, что ей нравилось, естественно, я добавляла в корзину. Смотрите, вот так выглядит топ от этого костюма. Вы наверняка его видели на сайте, мне кажется, все. Потому что он такой, ну, сложно его не заметить. Костюм хлопок стопроцентный. Мы взяли в 50-м размере. Она хотела меньше, но меньше не было. И она не смогла устоять просто перед этим цветом. И поэтому мы его взяли. Так, ищу состав на... Нету состава. Но здесь не 100% хлопок по ощущениям, по крайней мере. Он весь вот такой вот в прострочечках. Видите, да? Как оверложенный. Но, в принципе, симпатично. В макросъемке тоже вам покажу. Так, и брюки. Брюки полноценные. Вот так вот они выглядят. Внутри вот таким вот образом обработано. И вот такой вот материал. Ну, плотный достаточно. Точно, резиночка здесь узкая. Вот смотрите, она не широкая. Для кого это важно? Иногда бывает на больших размерах. Или просто, допустим, вы не любите, чтобы передавливала. То как раз это тот вариант. Резиночка здесь, ну, такая прям она податливая. И не будет пережимать. Следующее, что мы выбрали, это уже туника с прицелом на лето. Тоже выбирала мама. Вот такая полосатая. У нас вот такая туника, которая немного похожа на халатик. Вот такой полосатый. И опять же, как вы можете прослеживаться, как вы можете видеть, прослеживается красно-бордовый цвет. Я уже сказала, что это любовь. Это любовь, это факт. Так, ну что я могу сказать? Качество всегда выше среднего. То есть для таких вот хлопковых бюджетных вещей на самом деле девочки выше среднего. Так что да. Рукавчики такие симпатичные. Все как это модно. Немножко такие как будто бы подвернутые. Очень сильно торчащих ниток я не вижу. Но вот если посмотреть, вот видите, одна ниточка есть на пуговке, допустим. Но опять это не смертельно, девочки. Натуральные материалы в большей степени, в зависимости от того, что вы выбираете, тоже присутствуют ниточки периодически. Это как бы не смертельно, их можно убрать. Так, следующая веселая вещичка для мамы. Это вот такой халатик в цветочек. Ой, какой хорошенький. Это такой коротенький летний халатик в яркие-яркие цветочки. Есть пояс. Пояс этот пришит. Его можно хоть назад, хоть вперед. Но шлейки есть вперед. Так, молния здесь. Здесь 46 размер мы взяли. И он такой а-силуэта, то есть он трапецией. По качеству это вот такого плана хлопочек. Вот. 46 размер, но он такой прям, ну как будто бы и больше. До 48, мне кажется, подойдет отлично. Обычный хлопок. Хорошенький. Ну такой, знаете, домашний халатик. Вот она у меня любит такие веселенькие вещи. Собственно, поэтому мы его и заказали. Я уже вскрывала из-за своего любопытства. Я не сдержалась, потому что мне очень понравилось цветовое решение. И то, как он выглядит в целом. Смотрите. Это даже у нас типа пижамного костюма. Из чистого хлопка. В вот таких приятных оттенках. Вообще просто суперский. И по качеству я вам могу сказать, что он великолепен. То есть это даже не то, что выше среднего. Это прям выше всех похвал. Вот так выглядит. Молочного красивого цвета. Мой любимый оттенок в последнее время. Вы уже поняли. И вот такие брючки в клетку. На самом деле, вот мне больше это напоминает пижаму. И с этим прицелом мы и брали его, чтобы он был пижамным костюмом. И внизу, для кого это важно. Для мамы было важно, чтобы когда она спала, вот эта резиночка не позволяла брюкам пижамным задираться куда-то в область шеи. Вот. Поэтому здесь резиночки внизу. И сверху также здесь резинка, которая не будет ничего передавливать. То есть она такая достаточно пластичная, легко растягивается. И она не широкая. Вот. Вот такие классные брючки. Следующее, что мы взяли, это также у меня покупка для мамы. И это очень теплый, зимний, домашний. Но для кого-то может быть и не домашний костюм. Вот такого красивого, кораллово-розового, пудрового цвета. Как-то так я его могу обозвать. Ой, какой же он теплый, мамочки. Вот такая толстовка. Она нереально плотная. Она будет просто нереально теплой. Девчонки, если вы замерзаете зимой, это прям ваш вариант. Сто процентов. Здесь двойной капюшон. Смотрите. Вот так вот выглядит снаружи ткань. И вот так вот капюшончик выглядит внутри. Какая-то ниточка левая. Здесь есть вот такие вот полосочки моднявые. Так. А как внутри выглядит сам костюмчик? А, ух ты! Смотрите. Вот такая ткань внутри. Здесь прям флис, и он толстый. Он целая фуфайка. Смотрите. Здесь действительно целая фуфайка. Он очень плотный и очень теплый. Супер. Я довольна. Надеюсь, маме тоже понравится. Брюки вот такие. В лучших традициях спортивных костюмов. У меня был спортивный костюм от Puma, по-моему, или от Ardidas. Я точно не помню. У него тоже была такая же точно резинка. И материал был похож, но менее плотный, менее теплый. Внизу вот такие вот манжеты на ногах. Ну, обычный костюм, да? И по бокам также проходят вот эти вот лампасы. Ну, класс. Класс. Слушайте, я думаю, что ей понравится и будет тепло. Вот так же выглядит материал. Ну, по качеству я не говорю ни о чем, потому что претензий у меня нет. Я не вижу здесь ни одной, по сути, торчащей ниточки. Все хорошо. И еще, опять же, я вижу точно такой же оттенок. Это мы с ней взяли толстовку. И знаете что? Я сейчас рада, что это прям точное попадание в цвет. Потому что она сможет носить ее с этими же брюками. А это круто. Вот такая. Вот это, наверное, даже не толстовка. Это худи, да? Смотрите. Такой же точно оттенок. Написано ОЕС. И также здесь у нас есть затяжки. Капюшончик. Капюшончик здесь тоже немножечко как будто флис. Да? Вот она такая ткань. Но она намного тоньше, чем предыдущий вариант. Ну-ка, как внутри. Да, вот внутри вот такой вот флисик. Видите, да? Но потоньше, чем в предыдущем. И это, в принципе, мне нравится. Но тоже очень теплый. Смотрите. На рукавах, опять же, у нас манжетики. И по низу также у нас манжеты. Такая оверсайз худи. Прикол. Я бы даже себе такую хотела, если честно. А еще, по всем законам худи, здесь есть вот такая штука для рук. Так, это у нас хлопок стопроцентный, туника. Размер мы взяли на сей раз 48. Сейчас мне попадается то, что мы взяли немножко, знаете, в формате попробовать что-то более парадно-выходное из василька. Я говорю сейчас о водолазках. Смотрите. Решили попробовать мы с мамой две одинаковые водолазки. Белые. Одна у нас в размере 48. Другая у нас в размере 44. Здесь написано, что это хлопок стопроцентный. И мне кажется, не врут. Смотрите. Вот так все это дело выглядит. Покажу вам поближе. Обычная, белая, хлопковая. Но здесь в любом случае есть какой-то стричь, потому что она тянется. Нормальная длина рукава это такой какой-то хлопок в рубчик, знаете. Не знаю, конечно, как долго она будет носиться, но по виду не вызывает никаких, знаете, нареканий. Обычная базовая белая водолазка. Вот она. Обычная. Ну, нормально. Мне она, в принципе, нравится. Ну, мамину точно такую же я открывать не буду. Оставим это ей. И еще одна в 48 размере. Но это уже не врубчик такой, типа трикотажный хлопок, да. Это уже просто вот такая вот меланжевого цвета, хлопковая. Тоже, видимо, со стричьем. И здесь горлышко более длинное, чем у предыдущей. Я даже подумываю умыкнуть ее у мамы. Вообще этот размер мы заказывали для нее. Но сейчас вживую она мне нравится гораздо больше, чем на сайте, знаете. И это вот прям однозначно классная базовая бежевая. Такая немножко пудровая. Вот смотрите, сейчас покажу. Да, вот она немножко пудрового такого цвета. Водолазка. Отлично. Наверное, все-таки я ее у мамы умыкну. И совершенно не страшно, что это 48 размер. Потому что водолазки, вообще я уже поняла, конечно, лучше брать на несколько размеров больше, чтобы они не обтягивали вас как сосиску. Вот. Поэтому вот такая 48 размера мне была бы прям... Кстати, я надеюсь, что мама мне ее отдаст. А так она классная. Еще один костюм. Это у нас тройка. Помимо красно-малиново-бордово-фиолетовых цветов, мама еще любит морскую тематику. Я уже тоже, по-моему, об этом где-то говорила. Морская расцветка, морская тематика. Это прям все. Здесь у нас уже такой не плотный, не зимний, но, знаете, такой обычный трикотажный костюм. Так. Какой он прикольный, слушайте. Пятидесятый на сей раз мы взяли размер с надеждой на то, что, ну, костюм должен быть все-таки, да, свободный такой, чтобы нигде ничего не стесняло. Отличный. Вот это мне нравится. Так. Это у нас получается толстовка. Дальше. Вот такая классная полосата-сине-белая футболка с синими рукавами. Так. И что тут у нас еще? И вот такие синие брюки с карманами. Карманы имеются, резинка широкая, обработка классная, книзу они прямые. Вот этот очень крутой. Прям на самом деле, девчонки, крутой. Мне очень нравится. Прям качественный такой, качественный трикотаж. Обработка просто идеальная. Очень классный. Вот это мне прям супер. Дальше у меня здесь кое-что мужское. Это брюки. Мы уже такие брали. Я брала их на подарок. И они очень нам понравились. Поэтому мы решили взять еще одни. В размере чуть-чуть больше. Очень классные. Девчонки, я вам рекомендовала их в прошлый раз. И в этот раз я повторюсь. Они меня удивили. Это у нас 50 размер. Вот такие крутые синие брюки. Хлопковые, стретчевые. Очень плотные. Внутри вот такие, как будто бы немножко какие-то уплотненные, что ли. Или это какое-то двойное плетение нити. Я не знаю. Но они реально крутые. Они такие свободные, прямые, с затяжкой. Просто классные, классные мужские брюки. Которые подходят, в принципе, и на высокий рост в том числе. Очередная покупочка на подарок. Сейчас я вам покажу. Я уже брала такую вещь себе. Это, девочки, классный плюшевый. Вот такой вот молочной расцветки халат. Смотрите. У меня таких два. Вы можете помнить. Я брала такой розовый. А потом вот такой молочный. Смотрите. Но вот эти вот бубенцы, естественно, я убираю. И все прекрасно с этим халатом. При нормальной стирке он остается мягким и нежным. И очень-очень красивый. Мне напоминает, вот когда я беру в руки этот халат. Фильм «Бриллиантовая рука». Где вот эта история про халат с перламутровыми пуговицами. Я не знаю почему. Он, конечно, не такой, как тот. Но очень напоминает. Крутой халат. Я вам однозначно могу его порекомендовать. Здесь удобная завязка. То есть вы продеваете в отверстие с одной стороны. И на спине завязываете. За счет этого он не расползается очень сильно в области груди. Что тоже весьма и весьма удобно. А также, несмотря на то, что у него рука в три четверти, он теплый. Потому что у него плотная такая ткань. Это полиэстер, но очень приятный к телу. В нем не жарко и не холодно. Он очень-очень комфортный лично для меня. Поэтому у меня их уже два. И вот третий я взяла на подарочек. Надеюсь, понравится. Дальше мне попадается то, что для мамули. Снова. И это полотенце. Выбирали мы с ним. Выбирали. И в итоге остановились на вот таких. Нам нужны были полотенца для кухни. И поэтому вот, что мы заказали. Я их раскрывать не буду. Вы все их знаете. Это Туркменистан. Мои любимые полотенца. Вот в таком оттеночке. Это что-то типа кофе с молоком. А нет, это называется капучино. На 40, на 70. Вот они. Два. И аналогичный цвет капучино. Вот они. 2, 50 на 90. Прекрасные полотенца. Я кайфую от того, когда пользуюсь именно кухней. Они идеально впитывают воду. Они хорошо отстирываются. Они не превращаются в какую-то наждачку после стирки. Ну, конечно, если стирать нормальными средствами и использовать ополаскиватель, бальзам для белья. Все с ними просто великолепно. Снова полотенца и снова Туркменистан. И снова на подарок. Но на сей раз это подарок для мужчины. Смотрите. Я взяла вот в таком красивом, благородном, синим оттенке. Думала, 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 какой выбрать оттенок. В итоге остановилась на синим. Все по классике. Смотрите. Очень красивый. Нереально красивый цвет индиго. Такой синий. Классные. Плотные полотенца. Я их просто обожаю. Девчонки. Вот правда. Я с удовольствием пользуюсь. Они мне настолько нравятся. С ними настолько кайфово. Ну, вот вытираться ими после ванны. Они просто великолепны. Правда. Так. У меня здесь два полотенца 50 на 90 в этом синем цвете. И также 70. Смотрите. Вот. 70 на 140 в таком же оттенке. Это все у нас Туркменистан. Это самый плотный из тех, что представлены на нашем любимом Васильке. Есть еще Узбекистан. Они такие же. Но чуть-чуть менее плотные. Но в этом тоже, как оказалось, есть некий плюс. Это на тот случай, если у вас, допустим, не очень жарко дома. Или нет возможности сушить белье на улице. То есть, вот такие очень плотные полотенца с этим могут доставлять какие-то неудобства в этом плане. А те, которые потоньше, они будут быстрее высыхать. В этом тоже может оказаться плюс для кого-то. Поэтому, да, как вариант. Но я пока вот беру Туркменистан. И все мы ими довольны. И последнее в этом мужском подарке. Это будет новогодний подарок. Это вот такое огромное покрывало. Это у нас также Туркменистан. Абсолютно аналогичная ткань, как и полотенце. Это именно такие же полотенца, только в огромном размере. 1,55 на 2,20. То есть, это вот прям покрывало. Использовать его можно в качестве покрывала, пледа. Вообще прекрасно. Мне кажется, даже кровать можно им застелить и будет красиво. Вот такой классный цвет. Последнее, что я достала из своего огромного мешка. Это покрывало, девчонки. Эту новинку я уже давно хотела заказать. Оно не так давно появилось на Васильке. И сразу же привлекло мое внимание. Потому что просто идеально вписывается в мой интерьер. И что, в этот раз я решила его заказать. Но тут такая история. Сидим, значит мы с мамой делаем заказ. И я натыкаюсь на это покрывало. Решаю его заказать. Хотела заказать его в бежевом оттенке. Мама мне говорит, ну зачем тебе бежевый? Слушай, у тебя так много бежевого дома. У тебя все бежевое. Возьми вот розовый. Смотри, какой красивый припыленный розовый цвет. А там три варианта. Бежевый такой, молочный. Знаете, все как я люблю. Голубой тоже разбеленный. И вот цвет пыльной розы тоже немного разбеленный. Я думаю, ну в принципе мама права. В шутку я ей сказала, если мне цвет не понравится, отправится к тебе. Она довольна. Что вы думаете? Это вот по сути единственное, что я заказала для себя. И вот оно, какое покрывало. С вот этим шикарнейшим девочке кружевом. Абсолютно хлопковое. Сто процентов хлопковое покрывало. Вот такое вафельное. Плотное, крутое, невероятное просто покрывало. Но, когда я застелила его себе на кровать, я поняла, что оно совершенно мне не вписывается. И мне не нравится, как розовый цвет смотрится в моей комнате. Потому что мне действительно нужно было бежевое. Но, в общем-то, я думаю, мама не расстроится. Потому что розовое покрывало отправляется ей. А я себе закажу именно то, которое я хотела в следующий раз. Если, конечно, вы их все не раскупите. Потому что уже который раз такое бывает. Я что-то посоветую и мне не достает. Ну что ж, а теперь давайте я вам озвучу, что сколько стоило, девочки. Давайте, поехали. Полотенце махровое. 70 на 140. 270 рублей. Дальше. Полотенце махровое 50 на 90. 124 рубля. 40 на 70. 79 рублей цена полотенца. Так, дальше. То, которое огромное, как покрывало. 934 рубля. Колготки верблюжья шерсть. 307 рублей. Черные, которые я вам очень сильно рекомендую на холодную зиму купить. Носки женские собачья шерсть. 58 рублей. Мужские трусы набор 150 рублей. Носки мужские длинные, медицинские по 35 рублей. Это которые махровые с начесом. Носки женские, шерстяные, длинные по 56 рублей. Костюм теплый. Тройка, но он не теплый, который полосатый. Вы поняли, да? Он у нас 1204 рубля. Водолазка женская, белая 434 рубля. Очень дешево для водолазки. Хлопково, я вам могу сказать. Штаны мужские 658 рублей. Костюм с красным топом 1085 рублей. Пижама женская вот такая 630 рублей. Туника полосатая 672 рубля. Костюм тренд футер начес 1946. Это прям который очень теплый. Халат 672 рубля. Это бежевый молочный. Туника меланж розовый. Это которая худи 769 рублей. Водолазка меланж бежевый 416 рублей. Очень дешево. Халат цветочный 511 рублей. И покрывало хлопковое с кружевом. Цвет сухая роза. 1812 рублей. Это были все мои покупочки из любимого Василечка. Ну что ж, мои дорогие. Я надеюсь, это видео было вам интересно и как обычно полезно. Я как всегда желаю вам всего только самого-самого наилучшего. Благодарю вас за внимание. Люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.